В Норильске появилась еще одна парта героев. В третьей школе рассказали о выпускнике Олеге Курмышеве, который погиб в Афганистане. На торжественное мероприятие пришли не только ученики, но и воины-интернационалисты, и родственники героя. С близкими Олега Курмышева пообщалась Оксана Завгородняя. Имя Олега Курмышева в третьей школе знает каждый ученик. Уже четвертый год здесь работает музей памяти героя, где хранятся его фотографии и письма. Средь живых он остался живой. Олег Курмышев в третьей школе проучился с первого по десятый класс. Он был общественником, комсомольцем и спортсменом. Занимался легкой атлетикой, карате. К слову, в Норильске ежегодно проходят турниры по карате памяти Олега Курмышева. Их инициатор и организатор – друг Олега Николай Епифанцев. Он в торжественный день пополнил коллекцию школьного музея еще двумя экспонатами. Передал медаль с изображением погибшего товарища и свой берет, в котором прошел и Чечню, и Афганистан. Игорь Бозин тоже учился в этой же школе, но на год старше Олега. Они вместе призывались в армию, а после воевали в Афганистане, только в разных полках. И в 82-м году я приехал в Бакрам, где служил Олег непосредственно в Розенбате. Это было в осень 82-го года. Я пошел искать, у меня там было два земляка, Сергей Морозов и Олег Курмышев, и оба на плечами. И я тогда узнал, что Олег погиб. Олег Курмышев и еще несколько бойцов в тот злополучный день, 11 июля 1982-го, были в дозоре. Попали в засаду. Олег погиб в бою. Ему было всего 19. Рядовой разведчик Олег Курмышев награжден двумя орденами Красной Звезды, вторым посмертно. Война – это всегда страшно. Есть жертвы, есть смерти. Мы теряем своих боевых друзей. К сожалению, Олег Курмышев так получилось, что он тоже погиб. Вечная слава героям! Эта парта как раз тех 70-х годов, когда учился Олег Курмышев. Здесь его фотографии и ведомость успеваемости. Среди оценок в основном пятерки – гордость родителей. В памяти всей семьи он сохранился очень светлым человеком. Старшего брата он просто не снимал с рук. Отбирал у родителей, мечтал о своих детях всегда. Но, к сожалению, мы не пересеклись. Он знал, да, он получил письмо о том, что я родился. Был соответственно. В июле он уже погиб, я родился в мае. Память об Олеге Курмышеве сегодняшнее поколение школьников передаст следующему. Таким образом, цель всероссийской акции «Парта героя» – увековечить память погибших в боевых действиях земляков – в третьей школе будет достигнута. Мясо, зараженное сальмонеллой, обнаружили на прилавках магазинов Красноярского края. Проверку Роспотребнадзора не прошли около двух тонн животной продукции. Специалисты проинспектировали более 400 магазинов и складов, отобрали 2000 образцов продукции. Почти 3% проб оказались сальмонеллезом, а 1,7% мяса содержали антибиотики. 3,7% образцов стали аутсайдерами по физическо-химическому составу. Всего специалисты Роспотребнадзора сняли с продажи 1,7 тонн мяса. Что касается торговых точек, чаще всего продавцы пренебрегали санитарными нормами. Нарушения нашли в 283 местах хранения и реализации продукции. Чтобы распознать некачественный товар, следует обратить внимание на маркировку. На упаковке должна быть информация о группе мясной продукции. Мясо содержащие, мясо растительное и т.д. На туше, полутуше и четвертине обязательный оттиск ветеринарного клейма. Также в Роспотребнадзоре рекомендуют не покупать животную продукцию у сомнительных продавцов. Такое мясо, вероятнее всего, заражено вирусами. 59-летний северянин, механик одного из речных судов, предстанет перед законом. Мужчина подозревается в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Тайник с сибирскими осетрами на плавучем кране сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили еще в сентябре в ходе рейдовых мероприятий. Незаконный улов был спрятан в специальной морозильной камере, замаскированной под штабель досок. Всего было изъято 13 осетров. Ущерб, нанесенный водным биоресурсом, оценивается в 100 тысяч рублей. Экспертизой было установлено, что изъятая рыба относится к особо ценному и охраняемому виду – сибирскому осетру. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 258-й прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Норильчан просит помочь в поиске Валерия Ивановича Мишина. 45-летний мужчина ушел из дома 31 января и до сих пор не вернулся. Приметы – славянская внешность, лицо худощавое, короткие русые волосы, телосложение среднее. Был одет в черный пуховик, черные брюки, на ногах черные зимние ботинки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении норильчанина, просят сообщать по телефону, который сейчас на ваших экранах. Норильские школьники узнают тайно «Тайну пришельца из космоса». Книги о знаменитом Тунгусском метеорите получат каждое образовательное учреждение. По экземпляру вручат и каждому выпускнику. Презентация книги «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса» состоялась в публичной библиотеке. На страницах издания множество иллюстраций, фото, карты, схемы, рисунки, архивные кадры. Прилагается и DVD с документальным фильмом «Где же Тунгусский наш метеорит?». Уже более сотни лет ученые ломают голову над одной из главных загадок 20 века. 30 июня 1908 года в небе над Сибирской тайгой пронеслось космическое тело огромных размеров. Финалом его полета стал сильнейший взрыв. Последствия были колоссальными. Обоснованного и общепринятого заключения о произошедшем не существует. Одни считают «Тунгусский метеорит» инопланетным космическим кораблем, другие, наоборот, говорят о его земном происхождении. Чтобы пролить свет на тайну «Тунгусского метеорита», Норникель совместно с Русским географическим обществом и издательским домом «Комсомольская правда» организовал две экспедиции на место падения метеорита. Эта книга – результат исследования. Две экспедиции, которые были отправлены в 2018-м и 2018-м, естественно, были, во-первых, организованы норильским никелем и плюс ко всему с той целью, чтобы хотя бы крошечку найти, посмотреть и раскрыть небольшую хотя бы дверку этой тайны. Но на самом деле у нас многое получилось и многое еще чего неизвестно. Символом года родных языков на Таймыре станет изображение тундровиков. Победители определили в рамках конкурса на лучшую эмблему. В нем приняли участие 58 северян. Это не только дудинцы, но и жители Диксона, а также сельских поселений Караул и Хатанга. Участники представили на суд жюри более полусотни различных работ. Среди них изображение чумов, коренных этносов, водящих хоровод под ярким солнцем, ребенка в национальной одежде. В результате абсолютным победителем была выбрана совместная работа Василия Батагая и Сергея Кашова. Культработники изобразили двух человек, мирно сидящих у очага в чуме. Каждый элемент рисунка, по словам авторов, имеет особое значение. В центре расположен небольшой очаг. От него поднимается столб дыма. Но он также символизирует дерево, то есть родословное. Справа и слева сидят люди. Один пожилой человек, другой уже молодое поколение, которое передается информацией. И в верхней части у нас в чуме находятся три шеста. Это как символ звезды, то есть стремление. Осталось только зажечь пламя. Чашу огня предстоящей универсиады презентовали в Красноярске. Как она выглядит и главное, что символизирует, расскажет Владимир Богомолов. Чаша уже засеяла в Красноярске, правда пока без участия огня. Поверхность отполирована до состояния зеркала и хорошо отражает солнечные лучи. И этот столб света виден издалека. Десятиметровая конструкция выросла на площади перед Платином ареной, где и пройдут церемонии открытия и закрытия универсиады. Красноярские дизайнеры попытались соединить в металле образы снежинки и глыбы льда. Получился айсберг весом 9 тонн и высотой почти с трехэтажный дом. Между зеркальными элементами находятся светодиодные экраны, а сама отражающая поверхность сделана за тысячи километров от Красноярска. На ней находится композит, зеркальные алюминиевые материалы, которые были привезены у нас из Калуги. Данный материал использовался также на Олимпиаде в Сочи. Судьба чаши огня уже известна. После того, как она выполнит свое предназначение и озарит Красноярск спортивным пламенем, газовое оборудование демонтируют, а сама конструкция останется напоминанием о спортивном событии. Пока же огонь студенческих игр только приближается к Красноярску. Напомним, что огонь универсиады прибывает в Красноярск 1 марта. Уже на следующий день, 2 числа, пройдет церемония зажжения. Тогда пламя и увенчает эту сибирскую снежинку. Владимир Богомолов, Александр Шахаданов, Вести, Красноярск.